Идея не нова. У диплома о высшем образовании, как у булки хлеба, должен быть свой срок годности. Вот только подняли на поверхность новостной повестки идею не вовремя, когда у многих россиян и так проблема с работой. Тем не менее, мир меняется, а выдача диплома на всю жизнь абсурд. Так считает автор идеи, федеральный чиновник Дмитрий Песков. В ответ его пропесочили уже в соцсетях, мы спросили мнение барнаульцев. Я считаю, что вряд ли до такого додумаются. Это мой диплом бы, если я пенсионерка. Через пять лет я после пенсии не буду иметь высшее образование. Так получается. Если человек задействован в этой сфере, допустим, если у него есть диплом юриста и он работает в какой-то специальности, то подтверждения диплома тогда не нужно. А если человек ушел от юриспруденции на несколько лет, там даже лет на пять, на семь, тогда надо подтверждать диплом. По окончанию учебного заведения человек не может, как правило, найти себе работу, потому что у него нет практики. Проходит некоторое время, у него нет диплома, нет ни практики, ни того, ни другого. Более того, человек, окончивший учебное заведение, должен быть тогда государством, обеспечен стопроцентно рабочим местом. Специалисты в сфере образования подходят к проблеме научно, рассматривая все возможные аргументы. Во-первых, работодатели во все время существования высшего образования уверяют, что теория и практика плохо дружат. Но, с другой стороны, многие руководители давно решают этот вопрос, устанавливают свои вступительные экзамены, отправляют на курсы повышения квалификации, а о корпорации считается хорошим тоном создать свой университет. Но и последнее не отменяет простого факта – классическое образование есть фундамент. В принципе, отказаться от идеи высшего образования и некого постоянства диплома, я думаю, что не стоит. Ведь высшее образование, классическое, университетское, дает очень важный урок для человека. Он учится учиться, он получает очень важную компетенцию учиться всю жизнь, чтобы потом не возвращаться в университет. С другой стороны, университеты давно сами стали центрами повышения квалификации, привлекают работодателей к разработке программ, а многие вузы в лекторы зовут практиков. И если даже говорить об этой идее, то надо сказать, что ее элементы, они в нашем законодательстве присутствуют уже давно. Если мы возьмем ряд нормативных правовых актов, мы увидим, что требования установлены обязательно о повышении квалификации. Как правило, это 3-5 лет. Ну, например, к научно-педагогическим работникам тоже есть требования, да, государственным служащим. В отношении к высшему образованию эксперты остались единодушны. Основа есть основа. При этом руководитель профсоюза добавил, что учителя и преподаватели уже в качестве работников выступают против диплома с ограниченным сроком годности. Мы полагаем, что установление временного срока действия для диплома приведет к тому, что это будет очередной рынок, где нас с вами заставят из своего кармана платить за определенные знания, которые могут понадобиться, а могут и не понадобиться. Тем более, как отметили в профсоюзе, обладатель диплома уже заплатил за получение знаний своим временем, государственными или собственными деньгами. Стоит ли заставлять жителей края постоянно переучиваться, если в регионе из трех этих ресурсов относительно неплохо, только со временем? Андрей Дриер, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком.